Всем привет! Сегодня у нас обзор на Realme 12 Pro и 12 Pro Plus. В первую очередь, конечно, 12 Pro Plus, потому что им я пользовался уже две недели. Пожалуйста. Коробку вот эту мы уберем, потому что... Давайте посмотрим, что внутри. Здесь была вот такая вот наклеечка на первом... на лицевом дисплее. Она на русском языке, все русифицировано, для нашего рынка сделано. Портретная X3, перископ-камера. Сенсор IMX890, оптическая стабилизация. Snapdragon 7s Gen 2, это игровой процессор. И 512 гигабайт емкий накопитель. 12 гигабайт и 12 гигабайт динамической рамы. 12 плюс 12. Того 24. Классно. Двойная это классно. Hey, welcome to Realme family. Говорят, нам добро пожаловать в семью Realme. То есть, такое немножко дружественное, даже семейное отношение. Класс. Что же у нас внутри? Конечно же, чехольчик. Было бы удобно, если бы здесь еще была... Ну, не наклейка, да, понятное дело. Хотя здесь есть наклейка. Было бы здорово, если бы здесь был чехольчик, вот такой вот кармашек для карт банковских. Это было бы просто замечательно. Так, и также мы видим здесь макулатурку, вот такую скрепочку. Realme Quick Guide и Important Information Guide. Кстати, здесь написано все на русском. На русском и на английском. И еще какие языки тут есть? Украинские есть. Неплохо. А здесь у нас уже побольше языков и здесь всякие спецификации. И тоже полезно. Замечательно положили. Все. Класс. Звонко. Так, идем дальше. А дальше у нас вот блок питания, который у меня, собственно... Вот такой вот блочок питания 67 Вт. Как у OnePlus. Ну, потому что Realme все-таки BBK. OnePlus, Oppo, Realme. Это немножко одно, про одно. Так, окей. Realme 12 Pro Plus посмотрели. Теперь Realme 12 Pro. Давайте посмотрим. Обычный. Как он выглядит? Чем бы мне его вскрыть? Здесь у меня есть только ручки. Ручками нельзя резать силикон. Вот у меня есть такой вот детский швейцарский нож. Давайте им воспользуемся, собственно. Потому что смартфон, скорее всего, больше детский, чем взрослый. Прям взрослый. Хотя дизайн, ну, сами понимаете, такой. Ну, футуристичный. И при этом вот кожа, это что-то из того, из той эпохи. И стекло такое. Ну, в общем, смешение эпох немножечко. Класс. Так. Вот так вот открываем. Убираем. И смотрим. Так, это какая-то спецификация? 8 гигабайт 256. Цвет синее море. Здорово. Синее еще и море. Вообще. О, а здесь написано make it real. Заметьте, здесь не приглашают семью. Здесь говорят, сделайте это реальным. Воплотите в жизнь. Здорово. Какой здесь чехол? Давайте посмотрим. Он точно такой же. Забавно. Хорошо. Раскрываем дальше. О, этот уже такой темненький все-таки. То есть море тут волнуется так. Море волнуется синим вот таким вот. Ну, блин. Ну, вы видите сейчас на подводочках это выглядит тоже интересно. Интересно. Это выглядит и премиально. За такую-то цену, да. Цены все актуальны. Смотрите в интернет-магазине Цифрус. Меня зовут Тима. Подписывайтесь на соцсети. Обязательно. Переходите. Давайте подожду, чтобы вы отсканировали. Вы можете отсканировать при помощи телефона. Просто заходите в приложение камера. А можете сёкол ту сёч. Есть такая функция. Если не знаете, загуглите. Окей. Вот такие вот пироги. А здесь сколько ватт? А здесь сколько ватт? Ватт. 67 ватт. Такая же зарядка. Ну, в общем, вот такие вот пироги. 20-кратное приближение. Дискам. Классно. Так, это мы убираем в сторону и переходим к обзору основной модели. Которую, скорее всего, вы будете покупать. Потому что, ну, зачем брать 12 Pro, если есть 12 Pro Plus? Как бы, ну, логика простая, да? Зачем брать меньше, если можно брать больше? Больше это значит лучше. Вода это значит Team Talk. Короче, какой же процессор стоит в этом смартфоне? Snapdragon 7S Gen 2. Он вышел 15 сентября 2023 года. Не такой уж актуальный. Скоро ему уже будет годик. Но всё равно это один из последних процессоров. 4 ядра по 2400 МГц и 4 ядра по 1950 МГц. Техпроцесс 4 нанометра. Да, компания Apple делает 3 нанометра. Даже уже 2 там, что-то пытаются как-то сделать. 2,5. Вот. Но 4 нанометра тоже по-современному. Компания заявляет, что это профессиональный, вот, прям уровень, прям производительный-производительный. Мне хватает для Call of Duty Mobile. В остальное я не играю, к сожалению. Если у вас есть опыт игры в другие игры, поделитесь в комментариях. Потому что у нас такое больше комьюнити, чем обзор. Мы вместе разбираемся, что хорошо, что плохо, а что нет. Ваш опыт тоже ценный. Встроенный дисплей 120 Гц. Это современная частота. Бывают 144, бывают и ещё больше. Но 120 это тот стандарт, к которому все пришли уже практически. И требуют, 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 чтобы он был и в бюджетниках, и в среднебюджетниках, и в флагманах. Так что, если вы видите меньше 120, то, ну, у вас будет не такая плавная картинка. Если вы готовы с этим мириться, пожалуйста. Но при этом, если у вас сейчас смартфон на 60 Гц, вы к этому привыкли, и в целом вы хотите купить смартфон, там, другой какой-то, то вы можете взять 60 Гц, и разницы не почувствуете. Система охлаждения 3D Wii S. Ну, не Wii, В, С, короче. Вот так это пишется. Она такая новая, современная. Ну, на самом деле, смартфон не греется. Это правда. Если тот же Google Pixel греется, если тот же iPhone греется, прям вот у него металлическая рамка, он греется, то этот смартфон сделан так, что у него кожаный задник. Кожа это не стекло, кожа это не металл, тем более. Так что здесь вот прям приятненько. И рамочка, она не нагревается. Сейчас у меня на улице 30 градусов тепла, и смартфон всегда холодный. Всегда отлично все с теплоотводом, проблем нет. В играх он, там, бывает, разгоняется до 40 градусов по Цельсию, но, ну, это по моим ощущениям, потому что я так чисто... У меня температура тела 36,6, но как бы вот чуть-чуть теплее, и 40 градусов, это в целом терпимо. До 24 гигабайт оперативной памяти и 512 накопителя. Ну, это просто выше всяких похвал, потому что вы сможете параллельно пользоваться несколькими приложениями. Вопросов нету. Это полезно, нужно, и всегда будем пользоваться. Здесь же стоит Realme UI 5.0. Android 14 из коробки, все обновления будут, вот, кстати, сколько лет, так и не смог найти. Даже по результатам какого-то независимого общенационального исследования и опроса, Realme это топ-1 смартфон среди покупателей. Возможно. Я не проверял, не спрашивал. Камера Sony IMX 890 с оптической стабилизацией снимает, ну, примерно вот так. Я буквально одно видео покажу, чтобы вы понимали цветокоррекцию. Вот, она одинаковая на всех камерах. Если вам нужны примеры фотографий, то вы можете посмотреть их в моем Telegram канале. Ссылка в описании. Они прикреплены к посту. Также есть алгоритмы MasterShot для различных фокусных расстояний. Есть разные фильтры, есть настройки. Все это можно делать под себя, но это есть уже в каждом современном смартфоне. Современном смартфоне. Вот так выглядит система линз. Их достаточно много. Это вот, собственно, MasterShot. Основная камера 50 мегапикселей. Как мы знаем, чем больше мегапикселей, тем лучше. Но там еще важен, конечно, размер вот этой матрицы. Если матрица маленькая, ну, здесь матрица большая. Все окей. Так что цветов хватает, яркости хватает, шумов нету. Все это либо нейросеточками, либо сами ручками убираете. Все замечательно. Просто все. Теперь, внимание, портретная камера 64 мегапикселя. Нам как бы намекают, что больше делайте портретов людей, больше снимайте их эмоции, вот как они живут, да. Вот больше нам намекают, что природа, это да, конечно, замечательно, но вот портретик, если вы хотите делать портретики, покупайте реалми. Намекают как будто чуть-чуть-чуть. Также есть покрытие со сверхнизким отражением. В итоге получаются кинематографичные снимки. Вот так они выглядят на официальном сайте, пожалуйста, смотрите, ну и в жизни так же получается. Главное иметь прямые руки, потому что плохому танцору и сцена мала, и реалми не хватает, и, в общем, вы поняли. Камеры созданы вместе с человеком, которого зовут Клаудио Миранда. Я не знаю, кто этот человек, но он, скорее всего, профессионал своего дела, фотограф и прям сильный человек. Потому что, как мы знаем, Hasselblad работает с OnePlus, вот здесь работает этот человек. В общем, что касается фото, мне здесь все понравилось. Зум великолепный, вы можете приблизить. Вот давайте я прямо сейчас в прямом эфире приближу вот фотик Sony написано на нем. Здесь 120-кратное увеличение. Давайте со, сон, сон, фотографируем. И получается, получается да прямо как на Samsung Galaxy S24 Ultra, который стоит сами знаете сколько. И там 100-кратное увеличение, а здесь побольше будет. Ну просто шок. Ну, что творят китайцы, это просто что-то. Дисплей здесь изогнутый, имейте в виду. Многие называют его водопадом, но это не совсем водопад. Водопад это все-таки вот как было у Huawei, прям полностью водопады. Это более изогнутый все-таки, да. Как его там, OnePlus 7T Pro или OnePlus 8 был. Вот. Здесь достаточно большие, кстати, рамки. Вот по изгибу. Здесь замечательный шим. То есть у меня глаза вообще не болят. Я чувствителен к шим. В пикселях я его чувствую, поэтому не так много пользуюсь пикселями. А вот здесь можно прям что угодно смотреть. Здесь есть сертификация от TUV. По-моему, это какая-то такая скандинавская сертификация. В общем, есть 20 тысяч уровней автоматической регулировки яркости. Классно. Сам дисплей 6 и 7 дюйма. Это большой смартфон. Удобный, комфортный. Можно смотреть фильмы, можно читать. Что угодно делать. Разделять дисплей на две части, конечно, тоже можно. Что касается звука, здесь он мне понравился. Прям претензий нет. Он действительно... Давайте что-нибудь включим просто, чтобы вы, не знаю, поняли. Давайте включим I Know Трэвиса Скотта. Он глубокий, чистый и четкий. Мы живем в будущем. Здесь уже нет этого хрипения. Так что слушать музыку в целом можно и на смартфоне. Не так громко, не так четко. Это и вам не колоночка JBL, но все равно звонко. Что касается быстродействия. Все быстро, не глючит, не тупит. Ну, бывают. Бывают поначалу, когда смартфон еще привыкает к вам. Вам нужно как-то к нему притереться. Алгоритмы должны понять, как вы им пользуетесь. И вот где-то через недельку уже все будет отлично. В этом плане не переживайте. Что касается материалов корпуса. Я уже говорил, что здесь все премиально. Все классно, собрано. Ну, прям не придраться. Это BBK, это OnePlus, это вот все, все, все. В общем, не придраться. Ни к чему. Вот прям смартфон вот берешь и кайфуешь. Вот здесь такая рамочка. Ой, прям можно задиджеить немножечко даже. Ну, нравится. Все нравится. Вот кроме того, что здесь написаны буковки. Это требует законодательства. СИИ. Вот этот мусорный бак здесь зачеркнутый. Зачем это мне нужно, непонятно. Но вот как бы так. Короче, интересная штука. Мне понравилось. Конечно же здесь USB Type-C. Кто бы сомневался. Здесь микрофон находится сверху. Микрофон находится снизу. Здесь стерео микрофоны, стереодинамики. Ну, вот единственный момент. Мне не нравится операционная система. Она слишком такая уж простая. Анимации простые. Ну, то есть оболочка. Да, операционная система, понятно, на Android. Но оболочка вот именно не мое. Мне ближе вот Material U, например. Или даже One UI, может быть, будет даже получше. Хотя One UI, как я говорю, детская. Да. Вот. Но... Можно покупать. Можно ставить другие оболочки. Можно экспериментировать. Потому что это Android. Здесь есть Mirpay. Работает. Проверял. В общем-то. Пользуйтесь. 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 Тинькофф Pay. Ну, в общем. T-Pay. Прошу прощения. T-Pay работает тоже. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Если вы хотите узнать что-то еще об этом смартфоне, пишите в комментариях. Я всем отвечу. Спасибо за просмотр. Пока.